Да простят меня мужчины, речь пойдет о женщинах. Веб-кэм идет в депутаты. Омск продолжает показывать всей России веселые картинки. Татарстан – столица технологий социального позитива. Женщина, разбившая бутылку о голову, запретила публикацию своих фотографий в Мариэл. Выборы подобны стриптизу? Ну, это мне так кажется, дорогие односельчане. И выборы – это тот процесс, где не работает экспертиза, основанная на вековом опыте. Ну, может, в какой-то части и помогает, но никогда не знаешь, какой сюрприз подкинет тебе очередная компания. Ну и не главные для меня выборы в Татарстане и Мариэл. Республики изберут свои парламенты. Но сногсшибательный сюрприз прилетел, как ни странно, с окраин в Омске. Попыталась стать кандидатом веб-кэмщица Саша Марчук. Привет, друзья! Нередко мне приходится объяснять что-то нашим самым маленьким зрителям. Но тут, видимо, придется ремарку для самых взрослых. Веб-кэм, он же веб-кам в простонародье, это такой тип стримов или стримов в интернете. Девушки там совершают некие манипуляции эротического характера в обмен на донаты зрителей. По-вашему, по-дедовски, за бабки. Некое подобие стриптиза на заказ. Не только, впрочем, стриптиза, но детали я вам рассказать не могу, ни рассказать, ни показать. Как там раньше говорили, Ютуб забанит, а сейчас забанили и сам Ютуб. Ну, то есть пытаются. Но забанить за подобную демонстрацию веб-кэм-видео может любая площадка. На русской, пасконной. Как бы еще и не сесть за такое. Множество экспериментов показали, что борьба с мелким хулиганством снижает уровень преступности. Поэтому погнали. Саша, она же, видимо, Александра Марчук, хотела выдвинуться на дополнительных выборах в Омске. Округ номер 26. Городской совет. Повестка у девушки была, ну, не совсем про веб-кэм и даже не про феминизм. Не уверен, кстати, что феминизм не запретили. Погуглите. Повестка у Саши Марчук была урбанистически травоядная. Убирать мусор, счищать незаконные объявления. Будь мы сейчас в Ишкарале, я бы непременно добавил гладить божьих коровок. А это особенность тамошнего движения «Живой город». Божьих коровок на Ишкаралинский манер Александра Марчук не гладила. Впрочем, и подписи не собрала. Точнее, собрала всего 35 штук. Этого недостаточно даже для горсовета, такого города ада, как Омск. Дисклеймер. Рассуждая про ад, я не имею в виду сам Омск, в атмосфере которого витает половина таблицы Менделеева, они в последнюю очередь благодаря суперответственному и передовому нефтезаводу. Я имею в виду то, что Омск – электоральный ад. Есть всегда региональная своя специфика, местная, ее нужно учитывать. История Саши Марчук могла бы быть самой короткой из нами рассказанных. Заявила о выдвижении, не собрала подписи, ушла с политической арены. Но не торопитесь с выводами. История Саши Марчук – это зеркало современных выборов в России. Для начала, как так вышло, что в Омске и Горсовет идут непрерывные довыборы? Тут все очень просто, детки. Дело в том, что в Омске были очень талантливые внутриполитические администраторы. Они выбрали знаменитый Омский саморазрушающийся Горсовет – городской парламент из 40 депутатов. Трагедия разыгралась в начале 2022 года. Тогда внутриполитический вице-губернатор Олег Заремба и его дружок-технолог Максим Ростов взялись победить коммунистов. Их в Омском Горсовете было многовато. Ребята отменили партийные списки, засушили явку до 8%, организовали бюджетников, ну и получили искомые цифры. Технология пусть тупая, но легальная. Технолог Максим Ростов до сих пор дает о той победе интервью. Наверное, гордится результатом. Мы 80% занимаемся раскрытием потенциалов и сниманием тревожности и всего прочего. Потому что все говорят, это невозможно, это у нас работать не будет, я этого делать не буду, я туда не пойду. Я сколько выборов сделал, в 94-м работал и сейчас сработал. Да, да, понимаешь, поэтому, конечно, были у нас такие кандидаты, но мы с ними на самом деле договорились. Они делали и свою программу, и нашу программу. Шефа Максима, внутриполитического вице-губернатора Олега Зарембу уволили неделю назад. Не только за Горсовет, у Олега было много достижений. Но самый разрушающийся Горсовет в числе самых выдающихся. Дело в том, что друзьяшки подобрали таких депутатов, срок годности которых истекал. Сразу после выборов избранники начали отщелкиваться. Кто по уголовным делам, кто добровольно сдал мандат, одному повезло, ушел на повышение, стал министром областного правительства. Я не стану утомлять вас списками и портретами, но из 40 депутатов едва ли не половина сложили буйные мандаты или находятся под угрозой размандачивания. Такая вот первопобеда над коммунистами в Омске. Знаете вы или нет, но если выборы по партийному списку, то нет проблемы. Один депутат выбыл, депутатом становится следующий по списку. Такая механическая процедура. Но в Омске партийные списки упразднены, потому в Горсовет каждый раз до выборы. Народ, ясное дело, устал и не приходит. Потому очередного окружного терпилу избирает 100-200 человек. И право слово, лучше бы они избрали бывшую вебкемпщицу Александру Марчук. Это было, по крайней мере, честно. Оголенные депутаты вечно оголяющегося парламента. Голый выбор, неприкрытый фарс, ню политика. Александр, кстати, вполне электорабельный в этом разрезе. Выглядит народно, а не как эти ваши бливые модели Виктории и Сикрет. Ну вот был косяк, искала Александра, дев любого возраста, согласных сниматься голыми во время месячных. Прости господи за эту цитату. Так, несостоявшаяся кандидатка Марчук пояснила, что это ее боль, исследование, поиск эстетики в том, что максимально смущает. Конец цитаты. Ну что тут сказать? Почти что пропаганда фертильности. Сейчас же детородным женщинам поясняют с трибун, что многодетная семья это модно, а ипотека под 25% годовых это временно. Всего-то на полвека. С платежом 100 тысяч. К слову, несостоявшейся кандидатке 29 лет. Вполне себе детородный возраст. Да и вопросами физиологического цикла, как мы видим, она деятельно интересуется. Мечта скрипоносца. Есть всегда региональная своя специфика местная, ее нужно учитывать. Тут надо заметить еще одну традицию. Кандидатки с, так сказать, эротическим уклоном на выборах в Омске появляются постоянно. В 2021 году Омск подарил стране кандидатку-сенсацию. 26-летняя Людмила Гамзикова была выдвинута в региональное законодательное собрание партии «Справедливая Россия». В социальных сетях девушки было все. И фотки в купальнике, и проходки, снятые на видео. Знаете, кто снимает проходки? Нет? Погуглите. Ты же опять боишься, что Ютуб забанят. Особенно доставляли, конечно, тиктоки Людмилы Гамзиковой. Ну, казалось бы, что такого купальники, проходки и прочий образ не тот дерзкий битчес. Не то элитные эскортницы, второго мы не утверждаем. Смущало лишь то, что Людмила Гамзикова релацировалась в Омск в октябре 2020-го. А в июле 2021-го уже стала кандидатом с праворосом в первой региональной группе. Утверждена конференция регионального отделения. Все серьезно. К слову, тогда губернатором Омской области тоже был человек из Справедливой России. Главой региона работал некто Александр Бурков. Как видим, при нем цвела и Справедливая Россия, и бьюти-индустрия, и карьеры молодых членок партии делали головокружительные пируэты. Тут бы, конечно, вернуть пассаж о том, что эскорт вышел из моды, рулит веб-кэм, как у Саши Марчук. Но ничего не доказано. Мы искренне верим, что Людка Гамзикова попала в Омск по велению сердца, искусственное сердце, вот с этой, и сейчас купается в волнах великой любви. Где ты сейчас, Людка? Тебе ведь уже почти тридцон. Нянчишь ли близнецов? Носишь майку с че? Женился ли на тебе твой Игорь, который возил тебя с подружкой на аэродром полетать? Так много вопросов, так мало политической стабильности. Но политической эротики Омску упорно не занимать. Ах, какие справородки были в 2021-м. Хочешь тебе фото в купальнике, хочешь тебе компанию на курорт в Болгарию, нежные и открытые. Видать, годы борьбы подорвали эту нано-партию, и случилось страшное. Если раньше справородки не знали, как скинуть лишние покровы, то теперь запрещают публиковать даже собственные фото и видео. Тяжелая психологическая травма настигла Наталью Глушенко. Эта женщина является лидеркой отделения «Справедливой России» в Мариел. Мы видели, как беспартийные кандидатки отважно исследуют менструальный цикл. Мы видели, как эротическая дива справородка кидалась на амбразуру округа. Увы, я не смогу больше показать вам Наталью Глушенко. Наталья Глушенко запретила свои изображения без согласования с самой собой. Вдумайтесь. За месяц до финиша избирательной кампании кандидатка выпускает ролик с вот такими вот финальными титрами. Используемые в данном ролике изображения и видео являются интеллектуальной собственностью партии СРЗП. И Глушенко Наталья использовала любой части, возможно, только с согласия правообладателя. Ну что, ребятки, кончился стриптиз. Теперь даже лицо 50-летней партийной женщины только с ее разрешением показать можем. История сделала полный виток спирали. Хотя, вы знаете, я вам Наташу Глушенко покажу. Ведь свой лик она запретила вчера. А три года назад Глушенко зажигательно поздравила десантников с Днем ВДВ. Кстати, недавно он опять отмечался. Присоединяемся к поздравлениям. Мирного неба всем нам! За ВДВ! За ВДВ! Никто кроме вас, парни. Но вот что касается этой девушки, у меня масса вопросов. Вот политик запрещает публиковать свое изображение без согласования с собой. Это вообще как? С точки зрения публичной политики. Я давно не рассматриваю справедливую Россию с точки зрения законодательства Российской Федерации. Я рассматриваю эту партию с точки зрения логики. По моему мнению, логики в существовании справедливой России нет вовсе. Но вот запретить свои фотки и тиражирование своих видосов – это сильный ход. Сильнейший. Если надо, проиграть. Хватит отчаяния, давайте позитивы в конце. Критикуешь, предлагаешь, что там сейчас блогеры в конце роликов обычно рекомендуют что-то посмотреть. Я хочу вам порекомендовать посмотреть политкухню. Татарстан – кузница технологий выборного позитива. И вот вам видосы без вебкэма. И женщин с сомнительной репутацией. Молодая мать триатлетка задает вопросы быдея женщинам-кандидаткам. В политике не работает коллективный опыт. Тут у каждого свои грабли. Но спросить-то можно? Алина спрашивает. У меня был опыт, некий опыт в политической деятельности. Я была доверена лицом Владимира Путина. Потом также в Министерстве молодежи вела деятельность общественную. И мне, моя аудитория тоже, многие говорят, ныряй в это направление политическое. Политика, это интересно, у тебя получается. Что бы вы, как суперопытный человек, посоветовали мне, как тому, кто только еще у истоков, и думает, вот может попробовать действительно? Алина, я не мать пятерых детей и десяти тысяч избирателей, но на твой вопрос отвечу. Ответ универсальный. Пробуй, Алина. Потому что лучше попробовать и жалеть, чем жалеть, что не попробовал. Но не рефлексируют же вебкэмщицы, не мучаются дилеммы девушки, снимающие проходки. Иконе соцсетей, три атлетки и матери двоих очаровательных карапузов стесняться тем более не пристало. Посмотреть Политкухню вы можете по подсказке вот тут для тех, кто на ютубе. Для остальных будет ссылка в описании. Веселей, девчонки. Вы же в политике. У кого-то получится. Люблю вас. Это был... Ставь нам лайк на ютубе. Подписывайся на мою страницу в ВК. И помни, что любые социальные реакции продвигают ролик почти во всех сетях. Мы будем рады даже вашим какашечкам в Телеграме. Скоро увидимся. Ди-бли-ди-бли-ду, ди-бли-ди-бли-ди, всю правду расскажу, а ты на лайк, а ты на лайк нажми.